Глава двадцать седьмая И сказал Давид в сердце своем, Когда-нибудь попаду я в руки Саула, И нет для меня ничего лучшего, Как убежать в землю филистимскую. И отстанет от меня Саул, И не будет искать меня более По всем пределам израильским, И я спасусь от руки его. И встал Давид, и отправился сам И шестьсот мужей, бывших с ним, К Анхусу, сыну Маоха, царю Гефскому. И жил Давид у Анхуса в Гефе, Сам и люди его, каждый семейством своим, Давид и обе жены его, Ахинаама, изриелитянка, И Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. И донесли Саулу, что Давид убежал в Геф, И не стал он более искать его. И сказал Давид Анхусу, Если я приобрел благоволение в глазах твоих, То пусть дано будет мне место В одном из малых городов, И я буду жить там. Для чего рабу твоему жить В царском городе вместе с тобою? Тогда дал ему Анхус Сикелак, Посему Сикелак и остался за царями иудейскими до ныне. Всего времени, какое прожил Давид в стране филистимской, Было год и четыре месяца. И выходил Давид с людьми своими, И нападал на Гессурян, И на Герзиян, И Амаликитян, Которые издавна населяли эту страну, До Сура и даже до земли египетской. И опустошал Давид ту страну, И не оставлял в живых ни мужчины, Ни женщины, И забирал овец и валов, И ослов, И верблюдов, И одежду, И возвращался, И приходил к Анхусу, И сказал Анхус Давиду, На кого нападали ныне? Давид сказал, На полуденную страну Иудеи, И на полуденную страну Иерахмиела, И на полуденную страну Кенеи. И не оставлял Давид в живых Ни мужчины, ни женщины. И не приводил в гев, говоря, Они могут донести на нас и сказать, Так поступил Давид, И таков образ действий его Во все время пребывания в стране филистимской. И доверился Анхус Давиду, говоря, Он опротивил народу своему Израилю И будет слугою моим вовек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин